В погоне за стройной фигурой девушки терзают себя диетами и по 5 часов проводят в тренажерном зале. А ведь есть совершенно новые виды спорта, которые позволяют без вреда для здоровья не просто скинуть лишний вес, а также поднимают настроение и укрепляют самооценку. Зумба, полдэнс, стретчинг – это три новых и стремительно развивающихся фитнес направления, которые активно набирают обороты среди девушек, мечтающих о стройной и спортивной фигуре. Ведущая программы «Личный опыт» на седьмом канале Анна Куценко с радостью согласилась протестировать каждое из направлений. Начнем с зумбы. Зумба – танцевальная фитнес-программа. Бразильский хореограф Альберто Перес, считающийся основателем стиля зумба, позабыл дома музыкальные диски и был вынужден проводить традиционный танц-класс, используя лишь подвернувшиеся под руку любимые записи сальсы и самбы. Так родился фитнес, в котором объединились ритмы и движения зажигательных латиноамериканских танцев. В Россию это веселое направление пришло 5-6 лет назад. Заниматься может и млад, и старт – главное желание. И самая важная нагрузка в этом танцевальном фитнесе идет на все группы мышц, ведь вы непрерывно танцуете целый час. У нас, скажем так, набор танцев. То есть программа состоит из набора танцев, примерно 10-14 танцев. И мы их танцуем непрерывно. То есть в отличие от других каких-то программ, мы не разучиваем движения. Движения достаточно простые, и они ориентированы на любого человека. Поэтому, в принципе, всем легко это дается. Анна с зумбой на ты. Своими результатами довольна. Результаты от зумбы не выдуманные. На личном опыте проверена это и фигура, и хорошее самочувствие. Какой-то жизненный оптимизм появился, хотя он у меня никогда не исчезал. Огромная кардионагрузка. Сначала у меня было там помутнение сознания, там кололо в боку, я там умирала. А потом организм привык, и я начала получать от этого удовольствие. И теперь как наркотик не могу без этого просто. Тех, кто мечтает освоить все тонкости этого направления, приглашаем 16-17 апреля на обучение с профессиональным тренером из Екатеринбурга. А вот еще одно полезное фитнес-занятие – стрейчинг. Хотите, чтобы мышцы стали эластичными, а суставы гибкими и подвижными? Тогда это для вас. Плюс тренировка глубокого дыхания, что благотворно влияет на работу головного мозга. Занимаясь стрейчингом, вы с легкостью сможете удивить своих домочадцев продольным или поперечным шпагатом. Последний вид спорта – полдэнс, акробатика на пилоне или шестовая акробатика, появился в России года 3-4 назад. Но поклонников среди слабого пола уже приобрел немало. В свои истоки танец на пилоне берет от индийского спорта – древней шумерской культуры, где шест использовали как снаряд для тренировок. В 2003 году полдэнс был признан одним из видов фитнеса. Начиная с этого же года стали проводиться чемпионаты и соревнования. Да-да, полдэнс – это официальный вид спорта. Красивый, грациозный и в то же время силовой. Сейчас пилон воспринимается как полноценный тренажер для фитнеса, занимаясь на котором прорабатываются абсолютно все группы мышц, воздействуя на них собственным весом. Занятие в основном состоит из разминки, основная часть – то есть пресс, проработка всех мышц, групп мышц, начиная с мышц шеи, заканчивая ногами, растяжка. А что думает об этом наш эксперт? Лично мне, в отличие от этих брутальных бодибилдингов, там приседалок с гантелями, хот-айрона, дает мне не брутальность, а женственность. Дает мне уверенность в себе, ну и силу, конечно. Принято считать, что спорт – это тяжелое волевое занятие, но мы убедились в обратном. Достичь желаемых результатов и укрепить здоровый дух в здоровом теле можно зажигающим, веселым, грациозным и нестандартным способом.